Я рад приветствовать вас, с вами вновь Александр. И для начала хочу поздравить вас с прошедшими праздниками, с Новым годом. Хочу пожелать, чтобы у вас в Новом году было все хорошо, успехов и удачи. Ну а сегодня, собственно, я хочу рассказать вам о очень интересном, на мой взгляд, самом лучшем детском автокресле в категории от 9 кг до 18. Это кресло Römer, компания, модель называется Trafix. Так что смотрим. В первую очередь хочется рассказать вам о том, о системах безопасности, используемых в данном кресле Römer Trafix. Здесь в боковых частях автокресла встроены подушки, которые очень сильно гасят энергию удара при боковом ДТП. Также на ремнях, пятиточечные ремни используются в этом кресле Trafix. Увеличенный размер накладок на ремень, которые также гасят энергию при ДТП. Ребенок меньше получает травму от самого ремня. Для защиты головы в детском автокресле Trafix используется очень удобный подголовник, который также хорошо защищает ребенку, ребенку голову при ДТП. Подголовник, кстати, очень легко регулируется с помощью этого крючочка. Тянем его наверх и регулируем его по высоте, так как нам нужно и удобно для ребенка. Система крепления в этом кресле используется изофикс и также якорный ремень. Я вам сейчас покажу, как это все работает. И вообще в целом уровень безопасности этой модели очень-очень на высоком уровне. Вы можете зайти на ADAC.DE и убедиться в этом сами, что это лидер в плане безопасности в категории 1. По поводу системы изофикса, сейчас я вам покажу. Изофикс, вот эти металлические салазки, которые пристегиваются к автомобилю. Кстати, при покупке обязательно убедитесь, что в вашем автомобиле есть система изофикс, потому что если вы захотите именно эту модель, его можно установить только на изофикс и на якорный ремень дополнительно. Так, и что нужно, чтобы установить в автомобиле? Это кресло. Вам нужно, здесь сзади есть рычажочек, за который мы тянем и достаем изофикс из платформы кресла. В заднем кармане спрятан ремень якорный, который нам понадобится, чтобы установить детское автокресло сзади. Так, само кресло мы устанавливаем на изофикс. Мы услышим обязательно характерный щелчок. И для того, чтобы убедиться, что мы установили правильно, здесь спереди на платформе увидите обязательно зеленый индикатор, говорящий о том, что изофикс встал правильно. Если он не зеленый, значит нужно доустановить. Значит сделали что-то не так. Что касается якорного ремня, он регулируется по длине с огромным запасом. Можно, я не знаю, в автобус установить даже. Вот, высвобождаем нужное количество ремня, протягиваем его сзади. Если у вас седан, то обычно якорный крепеж находится за подголовником. Если хэтчбэк или универсал, не важно, то обычно это на спинке сиденья. Обязательно увидите металлическую такую скобку, за которую и нужно будет прикрепить якорный ремень. После чего обязательно нужно хорошо натянуть ремень, чтобы зафиксировать верхнюю часть кресла. Это нужно обязательно сделать, чтобы он, не дай бог, в ДТП сыграл свою роль. Он гасит, опять же, энергию удара при ДТП в верхней части кресла и зафикс держит все плотно снизу. Обязательно нужно, чтобы оно держалось очень плотно и хорошо. Что касается вообще в целом кресла комфорта, тканей, используемых в этом кресле, ткань здесь тактильно очень приятная. Очень легко чистится, легко, кстати, ее можно легко снять с кресла для стирки, не снимая при этом пятиточечные ремни. Это очень удобно. В других моделях, во многих, нужно все разобрать, все снять. Это немножко муторно. Здесь все четко и грамотно сделано. И можно легко снять и все постирать. Кстати, очень богатая гамма цветов используется в данной модели. И также еще есть две интересные расцветки. Это жираф и зебра. Они немножечко дороже, но это стоит того, потому что используется более дорогая, качественная ткань. Она напоминает что-то наподобие бархата. Летом очень приятно в ней сидеть. Зимой она не такая холодная. В общем, классная ткань используется. Что касается комфорта ребенка, здесь помимо удобного подголовника, регулирующегося по высоте, можно отрегулировать наклон спинки. В достаточно широком, на мой взгляд, диапазоне. Лежать, конечно же, нельзя, двигаясь лицом вперед, но такое полулежачее положение здесь можно легко обеспечить для вашего ребенка. Для этого используется вот этот рычажочек. Нажимаем и регулируем там, где нам нужно. И для посадки ребенка в автомобиль, что нам понадобится? Во-первых, освобождаем ремень. Здесь есть спереди кнопочка. Давим на нее и параллельно освобождаем ремень. Потом, чтобы ребенка не сажать прям сверху на ремни, здесь есть специальные резиновые крепления, в которые мы продеваем в отверстие сам ремешок. Вот таким образом. И он раздвигает нам ремни в сторону, после чего мы посадили ребенка. И потом уже спокойно устанавливаем сам ремень, закрепляем. И после чего нам нужно обязательно подтянуть ремень, чтобы отрегулировать длину ремней уже по ребенку. Главное, не переусердствуйте, чтобы не передавить ребенка, чтобы ему было комфортно. Собственно, это все, что я хотел вам рассказать про это интересное, на мой взгляд, кресло. И небольшой итог, свое мнение я вам скажу, как обычно. Мне лично очень нравится это кресло. Я уже вначале сказал, что оно, на мой взгляд, самое лучшее по безопасности, по комфорту для ребенка в категории с 9 месяцев до 4 лет. И это, на мой взгляд, соответствует действительности, потому что вы легко можете наклонить. Хорошие ткани используются. Очень высокий уровень безопасности. Здесь все сделано очень хорошо. Это тот редкий случай, когда трудно какой-то минус назвать. На мой взгляд, может для кого-то это быть ценой. Но безопасность нашего ребенка стоит денег. Поэтому и цена, в принципе, сопоставима с его уровнем безопасности, с качеством этого кресла. Поэтому настоятельно рекомендовал бы вам к рассмотрению при выборе этого кресла. Собственно, это все. Вы подписывайтесь на мой канал, ждите новых обзоров. И удачи вам! Всего вам доброго! До свидания! Продолжение следует...